Друзья мои, ещё одна новость, вернее прогноз, а скорее всего подтверждение. Появилась информация, что умер Ким Чен Ын. Вот так правильно. Вы знаете, что интересно, очень интересно, вы даже не поверите. Родился этот товарищ в 1984 году. Год был высокосный, и родился он 5 июля, то есть для тех, кому интересно, это рак. И воскресенье, сегодня суббота, сегодня у нас 25 апреля, суббота. Очень интересная ситуация, потому что человек родился высокосный год. Этот 2020 год тоже высокосный, он рак по гороскопу, и именно вот этот 2020 год, это год обнуления, и это год, когда несколько лунных затмений, и все в знаке рака. Вы представляете, насколько мощная связь конкретного человека с Вселенной? Ну, немножечко, чуть-чуть расскажу вам о нем, чтобы вы имели представление. Благородный, интеллигентный, мягкость и слабость натуры, он по жизни избегал острых ситуаций. И идет указание на то, что активность в молодости и печаль в конце жизни. Ну, я бы не сказала, что это уже конец жизни, потому что совсем же молодой, да? Господи, сколько там, 37 лет. Есть в матрице указание на камуфляж, то есть вот он действительно носит такой какой-то военный камуфляж, костюм какой-то. Матрица указывает на железную волю, на устремление навстречу труднодостижимой цели, но он как бы все-таки реализует свои достоинства и побеждает. Если говорить о нем, то указывает на непобедимого человека. Так, что же все-таки по здоровью? Ну, по здоровью есть указание на то, что есть у него тяга к переменам, ко всему новому. И это связано со здоровьем. И самое главное, друзья, что матрица указывает на предательство и месть. Что касается фортуны, то несчастье, грустная жизнь, опасность самоубийства или насильственной смерти. Матрица также предупреждает об опасности с высоты. Ну, я думаю, что это, скорее всего, может быть пост высокий. Получается, что насильственное как бы свержение с высокого поста. Заболеваний у него очень много. И гомеостаз организма в целом. Ну, это вот так, зоб. Ну, понятно, что человек больной. И я хочу сказать, что его, конечно же, обманывали. Очень много окружения. Это некий такой, знаете, гадюшник. Матрица указывает на смерть. Вернее, он мог погибнуть или может погибнуть. От мозговых болезней, ран в голову, потеря голоса, слуха. Ну, и вообще матрица указывает, что вообще такие люди часто рождаются немые. Следовательно, у него мог быть дефект речи. Кто хорошо знает, как он разговаривает. Заикаться мог. Ну, и, конечно же, это путешественник. А путешественник, он больше такой, знаете, виртуальный. Такая лягушка-путешественница. Очень хотел или же стремился, стремится в промышленности сделать переворот. Вот эти все космические ракеты. Ну, вот очень. То есть космос его манил, ему это было интересно. Но в этой связи вот он никогда не получится именно у него запустить эту ракету. Все равно что-то случается. Как говорится, не судьба. Это не его дорога. Но, как говорится, плюхи у болота. Что же все-таки произошло? Друзья. Матрица говорит об опасности, насильственной смерти от друзей и дух соперничества. Ну, и, друзья мои, я вам сказала, что он по гороскопу рак и что лунные затмения в 2020 году именно в знаке рака. А если говорить о нем как представители этого знака, то это человек с живым воображением, капризный, истеричный, нервные болезни еще. То есть человек достаточно нервный. Итак, мои хорошие, матрица указывает на насильственную смерть. Ну, это все четко прослеживается. Но это вряд ли мы узнаем правду, так как вы же понимаете, что на таком уровне все хорошо продумывается. Но не нашла я у него в матрице судьбы уход от болезни. Болезни есть, но очень много указаний на насильственную смерть, на предательство. Дорогие мои, если вам понравилось, пожалуйста, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!